Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Криптовтеев. Ну что, сегодня очень хорошие новости очередные по Ripple XRP. Как Ripple XRP вырастет на 300% в ближайшее время. И почему это должно случиться. Ну практически я в этом уверен на 99%. Разберем фундаментал и реальные факты, почему это должно произойти. То есть Ripple XRP это та монета, которая сейчас больше всего отстает от рынка криптовалют. И тем не менее, после вчерашнего ролика про Ripple XRP, про то, что он входит в фазу глобального роста, он уже вырос на 10% после выхода этого видеоролика. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начнем. Что касается рынка криптовалют, то картина практически не меняется. Рынок остается бычим. Доминация биткоина плавающая, потому как киты используют инструмент переливания. То есть они качают то биткоин, то альты, то биткоин, то снова альты. Альты качаются как и с топовой капитализацией, то есть с высокой, так и с низкой капитализацией. Напомню вам, что те альты, которые сейчас находятся на самом низу, на них вроде как на самом деле можно легко заработать. Но в то же время там большие риски. Но прибыли естественно значительно больше. А что касается в принципе биткоин, давайте разберемся. Первонаперво нам нужно понимать, что сейчас бычий рынок. Шортить такой рынок нельзя как на биткоине, так и на других валютных парах. То есть это Ethereum USDT, Litecoin USDT. То есть нельзя шортить растущий бычий рынок. В этом случае никак нельзя. То есть нам что предлагает человек? Нам предлагает человек то, что мы коснемся 11.300. И естественно потом пойдем на 10.300 и потом снова пойдем в Bullrun перебывать тот хай, который был установлен практически недавно. Я считаю, что это все такое. Но человек основывается на инструменте MACD, потому что он перегрет. И зачастую, когда происходит перегретость, у нас имеет место быть коррекция. Это было здесь. Это было вот здесь. Это было, кстати, здесь. Есть наглядный пример, да. И когда MACD перегрет, то у нас идет коррекция. Да, действительно, с технической точки зрения, даже если не берем инструмент MACD, это должно произойти. Но в то же время я считаю, что это не 100%. То есть тот, кто играет в средний срок, я думаю, что неважно, купите ли вы XRP сейчас или купите его потом. Но и в то же время нам нужно отметить, что есть трендлайн у нас, да. Соответственно, трендлайн у нас здесь находится, где мы практически находимся сейчас. Да, по биткоину, кстати, он стоит меньше. И если мы его перебьем, то практически следующая остановка это 13900 долларов за один биткоин. Что касается самого биткоина, то практически здесь, понятное дело, что он перебил наконец-то то сопротивление глобальное, которое было установлено, в принципе, в октябре 19-го. Да, и, естественно, мы ходили сюда не раз, не могли его перебить, но теперь мы перебили. Соответственно, это бычий рынок, который шортить никак нельзя. То есть, если шортить бычий рынок, есть люди, которые наступают на те же грабли, но я крайне вам не советую этого делать. А перед XRP, перед тем, как вы узнаете всю правду, рекламная пауза. Ну, а спонсор данного видеоролика, проект, где надежно можете заработать солидную прибыль к своей крипте. Это corp.eth.com. Участвуя в данном проекте, криптовалюта Эфир, вы ежедневно получаете от 3 до 20% ежедневной прибыли на постоянной основе. Надежность вклада в проекте corp.eth.com обеспечена прозрачным и честным смарт-контрактом. Данный проект – один из лучших вариантов на крипторынке для приумножения своего капитала. Ссылка на проект corp.eth.com будет в описании под роликом. Что касается XRP, почему монета должна вырасти на 300%, откуда такие цифры и вообще, почему нужно верить? Ну, во-первых, вы можете верить, во-вторых, не верить, да, что рынок криптовалют никому ничего не обязан. Но, тем не менее, есть, в принципе, шанс очень хорошего заработка. Во-первых, XRP долго консолидируется к биткоину. Можно даже вообще банально открыть CoinMarketCap, да, и, соответственно, здесь к биткоину он практически стоит на месте с прошлого года, да, даже уже больше. То есть он как торговался на 2600 сатош, так он практически торгуется, ну, чуть, кстати, ниже опустился на 2000 сатош. О чем это говорит? Это говорит о том, что происходит консолидация. Она довольно-таки происходит длительное время и перед пампом в 2018 году у нас была такая же консолидация к, значит, BTC, да, и к доллару США тоже XRP был зажат. Довольно-таки низкая волатильность, практически никто не торговал этот инструмент, да, и трейдеров толком не было. Соответственно, что сейчас происходит? Сейчас XRP уже проконсолидировался и проконсолидировал этот уровень. И, соответственно, здесь мы уже начинаем потихоньку выходить наверх. Почему 300%? Потому что есть монета альтернативная, это XLM, практически идентичная XRP, только у XRP глава там Гарлинхаус. Здесь, собственно, глава это Макалит. То есть, соответственно, что по XLM? По XLM мы с низа, с мартовских значений 2020 года, с самого низа, выросли на 300%, 314%. Здесь у людей была FOMO, и, соответственно, я уверен, более чем уверен, что никто не покупал. Сейчас, что мы видим по XLM? Мы видим, что движение продолжится. Почему? Потому что здесь есть выкупной бар, специально выбивали стопы маржинальщиков и так далее. И, соответственно, те, кто на споте торгуют, просто повыбивали стопы, отправили цену на за психологический уровень 90 центов. Вернее, 9 центов. И, соответственно, что здесь сделали? Просто, соответственно, сейчас выдвинуть цену опять-таки наверх. И XLM полетит еще на 13 центов. Что у нас с XRP? И XRP, в принципе, имеет потенциал только такого роста. У него только это в зачатке, да. И сейчас мы видим, что он только начинает и собирается выходить. Первый фактор это то, что у нас, в принципе, 314% идет от фитиля, как и по XLM. И это цель 45 центов. Это во-первых. Во-вторых, по XRP нужно отметить такое явление, как Golden Cross. Сейчас вот эти скользящие, в принципе, показывают на то, что уже XRP готов взорваться. Если вчера я говорил вам, что нужно покупать, то сегодня инструмент уже хорошо подрос. Соответственно, здесь мы видим, что консолидировался, значит, XRP. И сейчас уже готов выйти из этого боковика. Что здесь было? Здесь было накопление позиций крупным игроком. И уже она, эта позиция, выводится, чтобы распродавать монеты тем людям, кто не успеет залететь в эту монету XRP. Соответственно, здесь мы видим, что мы уже вышли за хай, который был установлен, значит, локальный 29 апреля 2020 года. Да, это 20-30 центов. Мы за него вышли. Сейчас закрепимся на дневке. Чуть-чуть, возможно, постоим. И пойдем уже мы на ближайшее сопротивление. Это 27 центов за одну монету. Соответственно, второй фактор – это Golden Cross. Первый фактор – это то, что мы должны вырасти, как и XLM, и даже выше, возможно. Поэтому, в принципе, идентичны, кстати, графики. Почти, как бы, на самом деле, они похожи. То есть, график XRP и XLM. То есть, если мы посмотрим, вот это XRP график. Вот это график XLM. То после вот этой консолидации идет у нас памп по XRP. Его еще нету. И это памп на 62%. Соответственно, вот видите, тоже такой же график, такая же фигура. И, собственно, наблюдаем, сколько будет это у нас с текущих значений. 62%. Это у нас будет выстрел на, как раз, точку сопротивления 29 центов за одну монету XRP. То есть, ровно к точке сопротивления приходит цена. Да. И, естественно, здесь она потопчется. Поэтому, в принципе, кто не успел в XRP залететь, залетайте. Кто думает, что это щиткоин, вы вправе так думать. Потому что XRP показал, действительно, я с вами согласен. Он показал самую плохую доходность за 2019 год и даже за 2018. И, естественно, я с вами согласен, действительно. Но есть очень хороший шанс. Есть факторы, которые указывают на то, что XRP будет расти. Кроме вот той новости, которую я говорил вчера. Что, действительно, уже на базе peer-to-peer будут, собственно, надрять XRP. И, действительно, технологически XRP уже растет. Что касается новостей, то вот технический директор Ripple, он, в принципе, заявил, что ключевым моментом нужно было создать альтернативный вариант алгоритма Proof of Work, на котором работает биткоин сейчас. И, соответственно, в итоге так появился алгоритм Ripple DLT, который быстрее и у него нет такого большого энергопотребления. Ну, собственно, философия XRP, она в корне отличается от биткоина. Биткоин майнит, биткоин задействован на майнерах, хешрейт. Да, в ограниченной эмиссии. У XRP тоже ограниченная эмиссия, но анлокаются токены. Анлокаются токены, то есть миллиард токенов анлочится и, собственно, выходит в рынок. У биткоина такого нет. У XRP, в принципе, быстрости и скорость транзакций, естественно, очень хороша, в отличие от биткоина. Что касается визы, она раскрывает планы по предположению платежей в Ripple XRP. И в своей публикации виза признает, что появление криптовалют, включая XRP, из стабильных монет является одной из форм финансовых инноваций, которая принесла пользу потребителям и продавцам. В этом смысле они подчеркивают быстрое расширение, которое криптовалют достигла в качестве способа оплаты. В мае этого года тираж с криптовалютами достиг 10 миллиардов долларов. Что касается XRP, то в результате 25 криптографических кошельков связанных с услугами, выпадая виза. Таким образом, пользователи этих услуг могут использовать свои средства в Ripple XRP, чтобы тратить их на карты виза или учетные данные с предоплатой. То есть это тоже очень хорошая бычая новость. Что касается Ripple, он может достичь 26 долларов. И по мнению экспертов, есть и более высокие цели. Но все-таки XRP сейчас демонстрирует многочисленные признаки приближения восстановления. В прошлом актив вырос на 1000% по отношению к доллару США. И если сейчас подняться Ripple XRP, то в пределах действительно вероятно он поднимется от 5 до 26 долларов. Такой исход Ripple XRP предсказывает, опираясь на фактор рыночной капитализации. Точные сроки повышения стоимости XRP, конечно, не указываются. Но у нас есть рыночная капитализация XRP. Вот, собственно, у нас идет она к 12 миллиардам. Да, тут же и находится точка сопротивления. Это третий фактор, который говорит о том, что да, мы действительно готовы уже расти. И да, мы будем расти. Поэтому, в принципе, XRP вполне уже здесь сконсолидировался. И уже мы готовы пойти наверх. Здесь многие люди думали, что это дно будет. Но не тут-то было. Вроде как и повышенный хай был. И вроде как нужно покупать. Но не тут-то было. Мы упали. Это все было в феврале 2020 года. И сейчас мы будем уже перебивать. То есть зачастую вот это ложное дно, оно показывается у инструментов. Это есть и на фондовом рынке. И это говорит о том, что вот это истинное дно. А вот это, это ложное дно. То есть вот это у нас ложное дно. Вот это оно дно истинное. То есть это там, где нужно, естественно, что делать? Покупать. Поэтому, в принципе, XRP нашел дно. И нужно ждать просто полета наверх. Если следовать вообще каким-то таким жестким явлениям, то биткоин, криптовалюты в 2020 году, а биткоин должен стоить 20 тысяч долларов. Почему? Потому что это 2020 год. Потому что в этом году, где вообще году было много потрясений. И коронавирусы, кризисы. У людей нет денег. Да. И люди многие ищут защитные активы. И если биткоин будет стоить 20 тысяч долларов в 2020 году, это такая номинальная цена. Это очень интересная цена. Это вполне может быть и годом криптовалют. Сколько будет стоить XRP, конечно, никому точно неизвестно. Никто сказать не может. Можно только, опираясь на тех анализ и факторы. Но, в принципе, XRP вполне может достигнуть и цен куда выше. Да. Это, естественно, не только 45 центов. Это и доллар, и даже 2, 3. Ну, сколько угодно. То есть, если биткоин перебивает хай свой 20 долларов, 20 тысяч долларов, то, естественно, XRP путем переваливания китов из биткоина в XRP, и, ну, это поднимет монету куда выше, да, нежели 3 доллара за одну монету. То есть, перспективы очень хороши, по крайней мере, на ближайшее время. Дальше нужно смотреть и нужно понимать, что рано или поздно будет коррекция. То есть, это неизбежно. Что вы будете на этой коррекции делать? Сливать все свои XRP токены в минус, ну, не зайдя, не послушав вовремя, да, например, меня? Или все-таки ждать Тузамуна, супер какого-то, или все-таки вы спекулянт. То есть, каждый решает для себя, но цели в ближайшее время я обозначу. Всем спасибо за просмотры, всем удачи, всем пока и до новых встреч. Ну, а надежный проект для приумножения своей криптовалютой Ethereum – это corp.eth.com. Ссылка на данный проект будет в описании под видеороликом.